МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Строительство школ, детских садов, площадок для спорта, внедрение инклюзивных проектов, поддержка талантливых учеников. 2018 год в системе образования запомнится целым рядом новых проектов. В частности, в Мариил открыто 5 детсадов, путевки в которые получили почти 600 малышей. На конец года продолжается строительство еще трех объектов дошкольного образования. Впервые за многие годы начали строить школу в столице республики. Об итогах года в сфере образования далее в нашем выпуске. Учиться рядом с домом. В одном из самых густонаселенных микрорайонов Ешкаралы 9В полным ходом идет строительство новой средней общеобразовательной школы. Объект стоимостью более 400 миллионов рублей реализуется в рамках национального проекта образования, направленного в том числе на возведение новых учебных учреждений в регионах. Школа у нас строится в рамках федеральной программы. Строительство школы началось в октябре месяце. По плану сдачи школы в 2020 году. В 1 сентябре 2020 года школа должна принять первых учеников. Тем временем в рамках реализации госпрограммы России развития образования до 2020 года будет завершено строительство школы на 120 мест в деревне Ильпанур Парангинского района. Стоимость объекта более 140 миллионов рублей. Этим летом здесь возводили стены. Сейчас здания уже оснащают оборудованием. В 2019 году продолжится строительство школы в городе Волжске. Второй пусковой комплекс. Учебный корпус, спортзал, актовый зал, библиотека. Проектная стоимость строительства 234 миллиона рублей. Вот август 2020 года. Государственная программа развития образования коснулась и дошкольных учреждений региона. В 2018 в Мариел открыто 5 детских садов. В текущем году в городе Ишкар-Ла открыты 2 новых детских сада. Это детский сад номер 27 на 150 мест в центре города. И детский сад на 195 мест это в микрорайоне, я уж по-старому говорю, в Сан-Батхей. Задача 2019-го запустить еще 3 объекта. В Волжске сейчас полным ходом идет строительство детского сада на 320 мест в микрорайоне машиностроитель. В Вишкар-Ле продолжается возведение двух больших дошкольных учреждений в микрорайонах Восточный и Интеграл. В 2019 году начнется строительство объекта пристройства к детскому саду 49 лесная сказка на 80 мест. В настоящее время проводится процедура выкупа детского сада на 125 мест в поселке Знаменский Медведевского муниципального района. Посещение детей запланировано с января 2019 года. В результате будут созданы 1165 дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет. Между тем в 93 общеобразовательных учреждениях региона в уходящем году провели капитальные текущие ремонты. Свыше 76 миллионов рублей средства федерального бюджета выделены на обновление школьных автобусов. 40 единиц техники марки ПАЗ и Форд поступили в регион. Ключи от 21 автобуса уже передали руководителям школ Мариэл. Правильно это соответствует позиции премьера нашей страны, который в этом году в селекторном совещании сказал, что все автобусы, которые эксплуатируются свыше 10 лет, должны быть списаны и заменены. 40, но мне неизвестно о том, чтобы одномоментно такое количество школьных автобусов в республику, когда бы то ни было, поставлялось. В регионе соблюдаются языковые права и этнокультурные потребности учеников. К концу года планируется издать три вида учебников с электронными версиями по изучению марийского языка для 4, 5 и 6 классов, а также пособия по истории и культуре народов Мариэл для 7 класса. В 2018 году на приобретение учебников из бюджета республики Мариэл направлено 39,3 миллиона рублей, закуплено 102 130 экземпляров учебников, что в 2,5 раза больше, чем в 2017 году. В систему среднего профессионального образования республики продолжилось внедрение проектов по инклюзивному обучению студентов. В этом году в регионе состоялся чемпионат профмастерства «Обилимпикс», объединивший более 70 инвалидов. В двух учреждениях профобразования в этом году реализуются проекты госпрограммы развития образования. Общая сумма федеральной субсидии более 9 миллионов рублей. Образование сегодня – будущее страны завтра. В 12 национальных проектах, обозначенных Владимиром Путиным, в этом году образованию отводится одно из ключевых мест. До 2024 года у региона есть возможность сделать рывок, улучшив материально-техническую и кадровую базы, создав дополнительные условия для поддержки талантливых детей и молодежи. Главное, по словам главы региона Александра Евстифеева, принять активное участие в данном нацпроекте. 2019 год новых задач и реализации уже задуманного. Редактор субтитров А.Семкин